В здании администрации состоялось неочередное 41-е заседание Совета депутатов Ленинского района. 9 вопросов были вынесены на повестку дня. Первые 6 касались утверждений, проектов внесения изменений в правила землепользования и застройки части территорий городских и сельских поселений муниципалитета. К каждому поселению был отведен отдельный вопрос, предлагаемый к обсуждению. Народные избранники могли высказаться по каждому. Так, депутат от Володарского поселения Лидия Козлова отметила важность принятия решения, поскольку от него зависит переселение из Ветхого фонда порядка 100 семей. Приняв это решение, мы будем знать, что люди переселятся в новые дома. И также нас удовлетворяет, у нас это очень хорошо вписывается в нашу коллегу. За исключением незначительных замечаний, в целом относительно каждого поселения вопросы по утверждению проектов внесения изменений в правила землепользования и застройки были отобрены и утверждены большинством голосов. Прошу голосовать. Все за, против, воздержались. Решение кинете большинством голосов. Еще один важный вопрос, также принятый на заседании Совета депутатов района, о принятии к исполнению части полномочий органов местного самоуправления Ленинского района. В связи с тем, что у нас депутаты города, видно, на прошедшем заседании единогласно проголосовали за передачу полномочий в район, соответственно, это позволит финансовому управлению проработать ситуацию по бюджету. Не менее важный вопрос, по которому высказалось несколько депутатов, касался установления максимального размера платы за пользование парковочными местами на охраняемых плоскостных парковках на территории муниципалитета. Докладчик депутата Валерий Черников отметил, что предварительно была проведена большая работа. Мы взяли за основу расчеты, предоставленные нашей МУП «Автоград». Расчеты, которые были определены для них при аналогичных равных условиях и содержании, и хранении, и обслуживании территории. И определили, что верхняя планка должна оставлять не выше 3 700 рублей. И это тот случай, когда меньше можно больше ни-ни. Поэтому, если застройщик считает, что он может оказать эту услугу за более низкую стоимость, это будет похвально.